Как ты хочешь, мадам, скажи мне только да-да. 33 года, век Христа. Все знают без исключения, отмечают, это повод отметить, такой классный возраст, век Христа, какая-то новая ступень в жизни. Мы сегодня с Татьяной вам расскажем, а что же это означает 33 года? 33 года – это возраст, в котором человек вступает в новый этап в жизни. То есть, когда человеку исполняется 33 года, у него начинается обновление, новый этап в жизни. Этот возраст, с одной стороны, он хорош, то есть молодость, красота и так далее, а с другой стороны, он немножко даже представляет какую-то опасность для каждого человека. Почему? Потому что 33 года, как мы знаем, распяли Христа, были какие-то еще у нас в природе аномалии во всякие времена. Именно когда Христу было 33 года, происходило много интересного на Земле в общем. Поэтому и у каждого человека, когда наступает возраст 33 года, то есть начинается новый этап в жизни, случаются всякие невероятные интересные события. Ну, бояться этого возраста не нужно, но при всем этом нужно прислушиваться, и нужно присматриваться, и нужно как бы обращать на все внимание. Почему? Потому что 33 года, как вы знаете, распяли Иисус Христа. И у каждого человека, значит, начинается новый этап в жизни. В этом новом этапе может быть все. То есть возраст этот опасен чем? То есть 33 года, значит, человеком может произойти много разных вещей, которые были бы нежелательны в нашей жизни. То есть 33 года нужно, значит, быть аккуратнее на воде, значит, на подписании документов, на дорогах. То есть не то, что бояться из дома никуда не выходить, а вот именно быть, значит, повнимательнее ко всему. То есть этот год с 33 до 34 лет, он требует особого внимания. Почему? Потому что всякое разное может случиться, и хорошее, и плохое, с чадайком. Потому что просто нужно быть повнимательнее, поаккуратнее. 33 года нужно отмечать. Можно, ничего не бояться, но быть просто предельно аккуратным во всех отношениях. С 33 лет до 34 лет человек кардинально меняется. Не так, чтобы был один человек, стал совсем другой. Ну, просто появляются те черты характера, которых раньше не было вообще. И будьте осторожны в семьях. Есть риск развода, каких-то ссор, таких крупных. А также со сделками нужно быть осторожны, с документами. Не нужно действительно, как Татьяна говорит, надо этого бояться, прям ходить каждый день в каком-то ужасе. Просто в этом возрасте человек более уязвим. То есть бывает такое, что, когда делают порчу человека именно в этом возрасте, его как бесы ведут туда, куда не надо. Допустим, человеку нужно ехать по одной улице, он сворачивает, там едет авария. То есть интуиция, человеку подскажут, что нужно надо ехать, а он туда едет. То есть 33 года – это такой возраст, как на весах человек стоит. Может надо, может не надо, может надо, может не надо. Поэтому нужно иногда, прежде чем делать какой-то поступок, нужно просто подумать, нужно это делать или нет, чтобы не было потом никаких чреватых последствий. Делайте выводы, если возраст приближается 33 года, это возраст очень интересный. Оставьте свои комментарии, если у вас уже был этот возраст и вы заметили какие-то в себе перемены, либо в вашей жизни, а мы их с Татьяной с удовольствием почитаем. С вами были Наталья и Татьяна. Субтитры сделал DimaTorzok